Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Ильюха, я тебе инструкцию отправила. Ага. Посмотри. Соня, ты вот если уедешь, я обязательно посмотрю. Честное слово. В смысле, что значит, если я уеду? У меня билет куплен. Послезавтра в 17.00. Угу. В смысле, вы мне что, не верите, что ли? Вот когда ты на самолет не опоздаешь и рейс не перепутаешь, тогда и поверю. А, понятно. А пока мне нужно смириться, что пока меня не будет, вы ничего делать не будете, да? Да. А потом Илюха такой. Ой, а я сделал. А я что, не сделал? Так я и не мог сделать. Илюха, ну что ты обиделся? Ну смешно же, а? Вот вы же, когда надо мной смеете, я же не обижаюсь. Конечно. Никогда. Да. Да. Софья Петровна? Да. Это от руконавочного Богданова. Я это, по делу Рената Емировской ответственная это, дознаватель. Угу. Ну это, хочу вам сообщить результаты этой, аутоксии. Экспертиза обнаружила в тканях этой, покойной, признаки тетродотоксина. Это, это яд, отравление которым это называется там сердечным приступом. А вы же с самого начала утверждали, что это несчастный слышал. В общем, мне бы это, у вас, это, допросили бы было. Вы сможете послезавтра подъехать, это часико будет, в семнадцать. Угу. Алло. Да. Софья Петровна? Да, я, это, у меня правда самолет. Ну ладно, ничего, я сдам билет. А вы скажите, можно вам это, на аутопсию еще один труп отдать? Как лакер? Ну, таки, это, такой, небольшой такой, свежий труп. Сейчас одного имбецила тут на работе убивать будут. А за имбецилу, Санкт-Петровна, ответьте. Ну, слушай, очень смешно, смешно. Смейтесь, смейтесь, смейтесь. Смейтесь надо мной. Конечно, я сама имбецила, я свою жизнь разрушила, чтобы доказать, что старушка не могла умереть от старости. А вы смейтесь. Да, то я через пару дней, я буду в Таиланде по лесам бегать с рюкзачком. Угу. Соня, Соня! Соня, ты от меня сбегаешь, что ли? Еле догнал. У меня рюкзак тяжелый, хочу побыстрее сбросить. Черт, а я свой забыл. Неудобно как-то. На кладбище без рюкзака. А я сегодня в Таиланд улетаю, отсюда сразу в аэропорт. Ага, сбегаешь все-таки. А просто в отпуск сходить нельзя? Музыка. Музыка. Родных не осталось. Кому квартира достанется? Интересно, на кого завещание? Да кому нужно это завещание, если есть знакомый нотариус? Соня, ну что вы, не надо так близко к сердцу. Простите. Простите меня. Простите. Простите, пожалуйста, мне надо. Простите. Дайте мне, пожалуйста. Простите. Простите, извините. Стой. Стой. А никто никуда не бежит. Есть такой препарат, чтобы вызвать у человека сердечный приступ? Ты кого собралась убивать? Не меня, надеюсь? Надеюсь, себя. Таня, я охотно поддержала бы твое предложение постебать друг друга, но конкретно сейчас к черту иди. Есть такой препарат или нет? Разные есть препараты. Тебе зачем? Спасибо. 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 Твой чемодан там. Я пришла не за чемоданом. Ну, будешь тебя хватило, я смотрю. Негде жить. Пришлось наступить на гордость. Может, я тебя простила? О, как интересно. Ты же не умеешь врать. Вот обещала, что вернешься. Не вернулась. Я поверил. Ну, правда, я не в себе был. Но теперь я не куплюсь. Коль. Я сегодня была на кладбище. Там я увидела настоящую семью, Коль. Муж и жену. Я всегда хотела, чтобы нас тоже было так. По-настоящему. Ладно, не хочешь говорить. Зачем пришла? Мы просто помолчим. Хорошо, я скажу. Только... Сделай мне чашечку кофе. Ладно, на самом деле, я очень рад, что... Музыка. 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 Привет. А я думала, нет никого. Вот Коля эксплуататор. Я надеюсь, он тебе сверхурочный платит. Слушай, я срочно, мне нужно по делу. Коля все забыл, все перепутал, мне нужно одно завещание там посмотреть. Я вообще-то в курсе, что вы расстались. Мы уже помирились. А может мне Николай Сергеевич позвонить? Мне вообще-то не стоит. Я отвечу, почему? Ну, потому что, скорее всего, он сейчас у любовницы. А ты вообще ее видела? Ты знаешь, кто это? Вот сволочь! Прямо под нами живет, этажом ниже. А главное, мы же недавно переехали, когда он успел, я вообще не понимаю. Представляешь, как у меня шоки? Ну, еще бы. У меня врала, я работаю. А на самом деле, это ты тут работаешь. А он в это время к любовнице на дачу ездит. Вот гад. Просто сволочь. А что ты говорила, тебе надо было? Завещание Ренаты Немировской. Завещание, да? Где-то было. Пойдем к нему. Завещание Ренаты Немировской должно быть на Н. А она красивая вообще? Ну, да, она. Она была красивая в 70-е годы прошлого столетия. Я думала, ты про Ренату. Нет, нет, она некрасивая, она толстая. Угу. Ну, если она некрасивая и толстая, что тогда он мне нашел? Может, она умная? Нет, она не умная. Так, где-то здесь должно быть. Так, если она некрасивая, толстая и не умная. Ну, что-то же его привлекло, правильно? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Ну, она неплохо плавает. В смысле плавает? Ну, в смысле, она действительно неплохо плавает. Ну, еще, кажется, она ему деньги дает. О, Господи, я знаю, где оно. Спасибо тебе, ты лучшая. Вот только плавать не научилась. Погоди, погоди. Это только аванс. Вот когда сделаем все, тогда все и получишь. Проходи в дом. Я машину поставлю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Тёмочка, ну, постой, ну, Тёмочка, ну, давай ещё полчасика побудем, ну, пожалуйста. Можем мы после этого кладбища немножко отдохнуть, расслабиться? Надо было на поминках расслабляться. Надо было штаны на месте держать. Ты обещал шашлык пожарить. Я за углем. Ничего, вернётся, никуда он от меня не денется. Заграм паспорт потерял. Чуть-чуть, не выдавай меня. Что происходит? Я всё узнала. Это Коля Люба. Подсойди, пожалуйста. Так бы всю жизнь не поймать, Сашу. Спасибо. Спасибо. Делал завещание. Вообще-то такие препараты в холодильнике держат. Причём здесь в холодильнике? Что ты ищешь, что ли? Я ищу завещание, которое поделал Коля. А где-то здесь, в синей папке. Я видела Любу, сюда клала. Вот оно. Ой, что это? Чёрт! Чёрт! Ах, я всё придумала. Чёрт! А мы можем посыпать твою голову пеплом, где на другом месте? Подожди, 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 подожди. Самолёт в Таиланд улетел. И что самолёт? Вся жизнь моя. Чёрт! Как же я была? Ах, я дура. Ой, по-чиз. Всё, я согласна. Сними мне квартиру. Тебе одну шкуку? Или двухкуму? Мне всё равно. Если ты будешь иногда приходить... поцелуй меня. Я понял. Я пока на тебя не женюсь. Ты из этого угрожения не уйдешь. Если ты на меня не женишься, Люба расстроится. Если ты на меня женишься, Таня расстроится. Интересно, а Холля расстроится? Придётся расстроить Таню. Да что ж такое? Пойдём. Ну а чё, где шашлык-то, а? Ну, ребят, ну я жрать хочу, правда. А здесь ещё угли нет. Они сейчас начнут меня искать. Поехали. Ты видишь, что у неё в руке? Папка. Ты другой бумажки не нашла? Мангал разжигать. Ну а чего, чего? Чего такой нервный-то, а? Потому что я нервный. Не нравится мне всё это. Ну почему? Надо три года ждать. Я считаю, надо сразу продавать. Не плевать на налоги. И так, есть как на иголках. Подожди, ну как? Ну как это плевать на налог? Ну как? Ну это же четверть стоимости квартир. Ну, Коля. Слышишь? Слышишь, слышишь? Ну это что? Почему мангал не готов? Артём! Тань! Ну объясни ему. Он не хочет три года ждать. Что такое три года? За три года цены на недвижимость могут вырасти. О, а пока будем сдавать. О! Вот, ты понял, это уже с ними? Понял? Нифига я не понял. Ни твоего имени, ни моего имени в завещании не указано. А через три года мало ли что будет. Николай, что ты там паникуешь? Тебя вообще здесь кто-нибудь обманывал? Танька, а что это? Надо уходить. Какие у нас с Колей гарантии, если это все на другого человека оформлено? Пойдем идти к вам. Потому что этот человек, единственный нормальный человек тут. И все это, между прочим, он организовал. И поэтому мы договаривались, что все будет записано на Артема. А все могло бы быть так хорошо. Ты зачем мою машину царапаешь? Господи. Уже твою? А что, старая ведьма родила завещанница, что ли? Конечно, родила. Скорее, мы с тобой из репродуктивного возраста выйдем. Привет. Тебе смешно. А мне эта задница уже в кошмарах снится. Я ей год каждый вечер уколу делаю. Колей, что-нибудь, ну, в самом деле, ну, что-нибудь такого. Мне паркинг, сваливаешь, себе квартиру, а? Ты дурь, что ли? На завещание. Чтобы квартира государству досталась. Ну, а чего вы маши-то не ловите? Я думала, ты на Артема ни одна женщина отказать не можешь. Вот и не откажение, Люда. У тебя же мама в полиции работает. Пусть пробьет по базе родственников старой ведьмы. Что-то точно все померли. Ну, а ты соблазни к какому-нибудь нотариусу. Че, вдруг? Чтобы уколчик правильно сделать. Паркинг освободить. Ну, и квартирку. Ты серьезно? А вы как думаете? Все, у нас есть еще эти чертовы витамины, а? Я бы тебе скорее успокоительное посоветовал. Не смешно. Она опять разбила эту чертову ампулу. Типа случайно. Ну, ты же понимаешь, что не случайно, а специально. Я ведьму ненавижу. Это была последняя в упаковке. Если сегодня не уколоть, курс прервется. Она же мне весь мозг вынет. Что делать, а? Может, в аптеку начну ее поехать? Артем. Ну, ты просто мой спаситель. Что-то она другая какая-то. Ну, так производитель другой. Ну, вообще, как за сандалию этой старой детьми. Ой, Денечка, спасибо. Так, Ленат, ну ладно. В шестой раз я на это уже не куплюсь. Ну, правда. Скоро над нами уже все смеются. Станет вам по правде плохо, никто к вам не приедет. Как к тому мальчику, который все время кричал «Волки! Волки!» Кстати, сейчас с глазами было хорошо. А над падением надо поработать. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошу встать для оглашения приговора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА